так ну ладно давайте заранее хочу вам сказать что вот есть видео версия того что мы с вами здесь делаем только конечно не слово в слово и может даже совсем по-другому некоторые вещи здесь звучат но без противоречий конечно личность не раздваивается все то же самое 3 диска 18 лекций 1000 рублей на регуляционный центр подвижник кто первый раз руки поднимите пожалуйста о так у нас вообще обновленная аудитория ладно тогда даже я не знаю о чем говорить по идее это надо продолжать в пору снова начинать сначала но все-таки давайте будем продолжать у нас ты цикл запланирован и он должен идти своим чередом тематику мы разворачиваем мы продолжаем разговор о страстях это очень такая серьезная тема она рассчитана на длительные длительный период работы по усвоению этого очень важного учения православной церкви о страстях и вот здесь может быть как раз становится для нас очевидным этот перекресток интересов всех людей церковных не церковных мы можем сколько угодно долго знаете отделять церковь от жизни церковную жизнь от жизни вообще и говорит что это как бы раз разные такие вещи вот у меня есть жизнь я родился живу и есть еще и что-то такое церковная вот я хожу в церковь усваиваю как мы говорим православную традицию православную систему ценностей вот а кто-то этого даже не делает он просто родился и живет и он не знает что есть то вот о чем мы сейчас с вами здесь говорим есть православное учение о страстях вот так вот получилось так сложилась история что самое ценное что было выработано человеческим опытом опытом в желании человека познать себя самого она около 300 лет тому назад европейской цивилизации было вытеснена куда-то на обочину и забыто просто забыто когда-то этим очень широко пользовались когда-то вот наш святоотеческий опыт опыт людей жизни с христом в церкви который был систематизирован тщательно записан детально разработан и представлен всем желающим для того чтобы этим пользоваться я имею ввиду именно православное учение о страстях это все было благополучно забыто затерто и в конце концов было заменено светской психологии которая стала по таким господствующим взглядом человека на себя самого через отношение к себе как биологическому объекту как такой до душевно-телесной организации предоставленной самой себе как животным когда человек относится к себе как такой особи млекопитающих высшей ступени эволюции и тогда конечно тогда остается только психология с ее интересными наблюдениями иногда очень тонкими иногда там есть какие-то такие интуитивные прозрения хорошие в этой светской обезбоженной психологии но там нет самого главного там нет и не может быть правильного представления человека себе сам это светской психологии это просто невозможно там все останавливается на каких-то промежуточных станциях вот когда я сам свое время знакомился с лучшими что ли в представителями светской психологии лучшими в том смысле что наиболее такими признанными там продвинутыми именами там авторов таких как там юнг тот же фрейд представитель ново-фрейдийской школы то там есть конечно интересные мысли да но в свете вот православное учение страстях это все выглядит как что-то недо понимаете вот не до недосказанность все какое-то такое знаете ну что ли половинчатые и поверхностные скажем в той же школе такой позитивистской психологической которая родилась в европе из которой вышел психоанализ современные другие направления психологии психотерапии где в основу кладется осознание человеком того что с ним происходит своих мыслей чувств переживания осознание и иногда словесное оформление и здесь на этом все останавливается кажется что человеку достаточно просто осознать того что с ним происходит неосознанно он не может осознать своих чувств каких-то порывов желаний мыслей которые к нему приходят вот нужно просто осознать и все ой мамочки а я просто не знал и вот само это осознание оно кажется решает проблему тем более что это действительно так человек действительно так устроен что иногда стоит посмотреть на то что ты делаешь как бы со стороны вот выйти немножко из себя и со стороны посмотреть на что с тобой происходит и тебе многое становится ясно и думаешь боже мой да как я раньше этого не понимал ну хорошо осознал а дальше что ну тебе временно станет легче потому что ты взглянул на себя самого на свою проблему с какого-то другого ракурса тебе что-то открылось и может быть даже показалось уже готовым решением твои проблемы ну хорошо дальше то что с этим делать а ничего вот так оно все и пусть остается ты просто теперь будешь знать и будешь словами какими-то терминами обозначать свое состояние но проблема от этого не решается осознание в светской психологии должно заканчиваться покаяние и не абы каким не другу за бутылкой водки или не такому же пострадавшему как ты в каком-то терапевтическом сообществе когда люди признаются друг другу в том кто они и кем они себя сейчас считают например я меня зовут иван иванович я алкоголик и у меня стаж 20 лет следующий а дальше что что с этим делать если из человеческой жизни убрать бога то дальше никуда не пойдет это будет эта станция будет конечно на самом деле она промежуточная обязательно очень важная станция осознания человеком того что происходит с ним и обозначение это словами иногда даже вслух озвученные но это не решение проблем это только часть это очень даже незначительная часть того что должно с человеком на самом деле произойти человек должен где-то финишировать и это где-то это в боге это промежуточная станция на движение человека ко христу к настоящему покаянию которому нас призвал именно он покайтесь и бы приблизилось царствие небесное это промежуточная станция в царстве божие о котором сегодня так вдохновенно говорил на проповеди отец алексей во время литургии в защите прежде всего царствие божие и правда его и это все приложится вам у нас должна быть сразу цель вот это конечная станция царствие божие которым мы движемся через покаяние все что с нами происходит на пути это все промежуточный этап видите и вот эту объемную картину вот со всеми конечными если их можно называть конечно конечными целями человеческой жизни это все предлагает нам православное учение страстях вот это настоящая подлинная психология значение которые невозможно переоценить потому что невозможно по-настоящему оценить даже насколько это грандиозно все то что нам досталось в церкви до в церкви мы понимаем что человек как и бог до конца не познаваем но так это же неплохо наоборот это хорошо это представляет нам возможность ну так прикинуть хотя бы степень грандиозности того что мы себя представляем человек на самом деле как образ божий он бездомный он до конца не постижим не только для себя самого но и для других людей нас знает только бог по-настоящему потому что мы не сами по себе мы его мы божий свое изделие знает только автор по-настоящему у кого на свое изделие есть авторские права он знает всю аннотацию там потому что он ее сам составил эту аннотацию мы с вами поговорили о некоторых принципиальных свойствах человеческой личности после грехопадения то есть том состоянии человеческой природы которое можно сказать было всегда потому что настоящая история рода человеческого она и началась с грехопадения то что было совершенными людьми которыми бог создал адама и еву мы все время рассматриваем как некую предысторию райское состояние человеческой природы когда все было хорошо когда человеку было не на что жаловаться только блаженство а вот все началось с проблем вот эта проблема грехопадения но и она и запустила человеческую историю поэтому мы в общем то когда говорим о грехопадении по страстях то мы говорим не о каком-то эволюционном ухудшении человеческой природы мы говорим о том с чего человеческая история началась она началась со страстей человек существо страстное напомню вам что страсть это страдание то есть болезнь человек существо больное и когда говорим человек то это уже как бы то ни было обидно для нас это уже диагноз человек это диагноз что такое человек это существо обращенное челом лицом своим или лбом чело в вечность откуда из времени мы не в вечности мы туда устремлены это наша цель но мы ее еще не достигли мы еще не в том состоянии чтобы переживать вечность мы на пути человек это вообще путь это не какая-то застывшая данность если это существо устремленное значит это путь это движение и когда христос идеальная человеческая личность заявила себе как о боге он сказал я есть путь истина и жизнь он про себя это сказал не только как про бога но и как про человека значит ему тоже путь человек это путь и христианство становится этим путем для каждого человека тогда человек становится на правильный путь он правильно сориентирован христианство и мы с вами увидели откуда этот наш путь начинается и куда мы с вами говорили о таких страстях как гордость тщеславие уныние это наше исходное состояние это то откуда мы стартуем мы еще не знаем куда мы идем но это наше походное снаряжение мы с этим рождаемся это наша исходная предпосылка жить у нас других никаких предпосылок нет мы гордые тщеславные и унылые существа мы можем только гордиться тщеславиться виноват ничего другого себе человек позволить не может он существо страстное больной человек может только болеть грешный человек может только грешить и вся история рода человеческого была посвящена тому чтобы вырваться вот все лучшие все лучшие порывы человеческой натуры и человеческого гения в том числе и религиозные порывы они были направлены на то чтобы вырваться вот из этого патологического круга обстоятельств которых человек родился и и мы видим что до христа это было просто невозможно то есть без бога самого вырваться из этого страстного состояния вызванного грехопадением человек не может гордость это мнение человека себе как о чем-то немаловажном самом по себе когда человек представляет себя самобытным самодостаточным гордость приводит к самонадеянности к самоуверенности к тому что человек думает что он может жить сам своим умом и свои свои воли использовать для себя это с точки зрения психиатрии это бредовая установка мы так иногда любим подшучивать говорить что люди наверное все сумасшедшие в большей или меньшей степени только кто-то в сумасшедшем доме находится кто-то живет у себя дома но вот и христианство нам как раз это и говорит что мы все гордые а гордость как говорят святые отцы делает человека дураку но мы же называем психбольницу дурдома а если мы все горды тогда мы живем с вами в дурдоме в таком большом мы живем в таком состоянии бреда насчет себя если мы считаем что мы можем сами жить это бред это такой очень серьезный самообман ложная предпосылка которая является как говорят святые отцы источником всех бед и матерью всех пороков человеческих с этим уже дети живут маленькие дети они они врастают в жизнь в этом состоянии в состоянии самонадеянности самоуверенности самом ней потом удивляемся почему они отбиваются от рук почему они пускаются во все тяжкие из этой исходной предпосылки по другому быть не может человек тщеславный обязательно он будет искать подтверждение того что он сам о себе думает у других людей он же считает себя умнее всех он же считает себя талантливым гениальным хорошим порядочным человека считает же он же гордый он считает что он прав и он будет добиваться признания того что он прав от других людей он будет от других людей добиваться признания того что он хороший талантливый умный чтобы его все признавали, чтобы его все любили, хвалили, превозносили. Если его гордость через тщеславие не найдет подтверждения, человек будет расстраиваться, ему будет плохо. Человек обязательно унывает. Человек изначально рождается в состоянии уныния, то есть такой тоски, потому что человеческая душа, она родом из рая. Мы же все потомки Адама, и поэтому у нас у всех есть генетическая память об утраченном рае, о том блаженстве, о той полноте жизни, в которой пребывал человек в раю. И если человек, новый человек, потомок Адама, рождается на этот свет и не видит ни вокруг себя, не внутри себя, а этой полноты жизни, то он будет тосковать. Ему будет плохо. Человек в тоске жить не может, поэтому он будет искать где-нибудь удовлетворение потребности в полноте, в радости, в счастье. И это будет не то. Он будет прятаться от своей тоски в чувственных удовольствиях, которыми киш-мя-кишит наша жизнь, теми способами извлекать удовольствие, которое люди сами для себя создают искусственно. Наша жизнь превратится в увеселение, в развлечение, как некоторые говорят, жить в свое удовольствие. Мы хотим жить в свое удовольствие, в свое, чтобы нам тут было весело. А там как, не важно. Водку пить, наркотики употреблять, табак курить, как-то веселиться, застолье себе устраивать, путешествовать, на горных лыжах кататься, в футбол играть и его смотреть, в хоккей, там, то все, спорт, развлечения, интертеймент, как говорят американцы. Этим заполнена становится вся наша жизнь. А это все обратная сторона нашего уныния. Это мы так от него спасаемся. Если у нас не будет с вами чувственных удовольствий, мы умрем от тоски. Потому что мы не общаемся с источником радости, с Богом. Источником подлинной радости, которая удовлетворяет все человеческие потребности, все потребности человеческой души, является Бог, который эту душу задумал и создал. И еще одна страсть, о которой мы сегодня с вами будем говорить, это страсть печали. Тоже как-то грустно, да? Мы даже эти две страсти, печали и уныния путаем, или во всяком случае соединяем в одно. Нам кажется, что это одно и то же. У человека плохое настроение. Он грустит. Грусть-тоска меня съедает. Прямо грусть-тоска через запятую. Но грусть и тоска – это вообще вещи разные. Вот уныние – это тоска. Когда человек тоскует в одиночестве, как беспризорник ждет маму. Знаете, в детском доме ребенок мечтает о родителях. Когда он видит, что все, кто его окружает, это не его родственники. Они не так к нему относятся, они его не любят. И он тоскует и смотрит в окошко, где мама. Да, при этом он может и грустить. Но источником является вот это вот отсутствие источника жизни, источника любви, в котором только и может по-настоящему жить и развиваться человеческая личность. Без Бога, без Божия. Причина тоски. Причина печали тоже без Божия. Но только здесь человек грустит. Ему плохо. Безрадостно. Потому что у него нет того, что он хочет. У него несоответствие желаемого действительно. Он не ищет Бога. Он ищет чего-нибудь такого, от чего ему было хорошо здесь. И когда здесь этого у него нет по какой-то причине, он печалится. Это бывает по-разному. Этого нет в принципе у него, а он этого хочет. Ну, например, у него нет денег, а он хочет. Или у него они есть, но мало. Ему надо больше. Или у него нет здоровья, а он хочет быть здоровым. У него нет красоты, чтобы девушки красивые любили, а ему хочется. У него нет славы и признания, как вот у некоторых, которые от этого так хорошо живут. А ему очень хочется. И вот он печалится от этого. И так во всем. Ну, наша жизнь с вами из этого соткана. Мы, можно сказать, из этого живем. Это тоже наша изначальная предпосылка. Я прошу прощения, а это не зависть? Еще нет. Пока нет, но очень тесно с этим связано. Вы с вами помните, в начале говорили, что мы делим нашу природу на 8 страстей, которые мы с вами разбираем, наше болезненное состояние. Очень условно. Это некие разные грани одного и того же состояния, нашей страстности, нашей страстной натуры. Да, конечно. Там, где есть печаль, там будет обязательно зависть. Там, где есть гордость, там будет обязательно зависть. Мы говорим, что гордость – это изначальная, коренная наша страсть. А вот то, что мы дальше разбираем, это как бы ствол и веточки. Поэтому, где есть гордость, там обязательно будет тщеславие, будет уныние, будет печаль и будет зависть. Будут и другие страсти, о которых мы с вами говорим. Вот нам сегодня нужно понять, что такое печаль. И есть такой советский детский стишок, вы его наверняка все знаете, я правда не помню, может вы помните, кто его написал. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Агнин Бартура. Ну, кто еще там? Кроме нее. Вот. Принцип печали. Вот мячик только что был. В руках. И могли быть деньги в руках. Раз не стало. Могло быть здоровье. Мое. У меня. И раз заболел. И все, у меня испортилось настроение, я запечалился. Могла быть слава, известность, власть. Тоже такое очень увеселительное мероприятие для некоторых. И раз не стал. Лишился. Так опечалился, что заунывал потом и не захотел жить. Вот у нас был такой персонаж, может помните, Борис Абрамович Березовский. Вот у него было все. Что может человек здесь на земле захотеть, и во что бы то ни стало этого добиться. Вот у него все это было. Именно во что бы то ни стало, потому что ему пришлось переступить через очень многие жизненные принципы нравственные, чтобы этого добиться. И в том числе известность, когда его воспринимали, когда его воспринимали как такую властную фигуру, такого серого кардинала, который на расстоянии правит нашими элитами, политикой, экономикой, войну контролируют и так далее. О нем писали все средства массовой информации, говорили все. А потом про него раз забыли. И перестали говорить все. И он начал устраивать специальные провокации, чтобы еще о нем поговорили. Неважно в каком ключе, хорошо или плохо, лишь бы говорили о нем. Известность, слава. А о нем все равно не говорят. Ни в России, ни в Англии, нигде в мире. И он так опечалился. Потом так затасковал, что запил. И кто-то, может быть, этим воспользовался. А может быть, и сам это все сделал. Ну и все закончилось трагически. Опасные страсти. Так вот, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Вот он был здесь такой красивый, разноцветный такой. Он прыгал. Это так было весело. Но он выскользнул из рук. Нечаянно. Таня думала, что она бесконечно будет наслаждаться этим счастьем. А оно раз выскользнуло. И можете себе представить вот эту картину. Как вот Барто здорово написал. Уронила в речку. Вот он поскакал, видимо, с крутого берега и в речку. На ее глазах, представляете, это происходит все. И поплыл. В речку это значит все безвозвратно. Больше никогда не видать его как собственных ушей. Вот можешь посмотреть, как он уплывает туда вдаль. Во, какой-то ненормальный подошел и давай ее утешать. И говорит, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Да лучше бы утонул. Разве это утешит? А так ведь он сейчас туда уплывет и кому-нибудь достанется. Там же к какому-нибудь берегу его прибьет. Кто-то возьмет и будет вместо нее наслаждаться этим мячиком. То есть это еще больше усугубляет трагедию. Еще больше, чем печалиться. Кстати, почему-то мы всегда думали, что это не в речку. Сейчас мне только уже через столько лет дошло, что действительно в речку мячик. А не в какую-то лужу, где Таня может кто-то помочь этот мячик. И реально мы всегда думали, что Таня кто-то был вернут. Ну да, что кто-то типа не утонет, сейчас кто-нибудь сплавает и принесет. Мы, может быть, и так это предполагали. Но вообще-то, вот интересно, да, какое у нее тоже, видимо, какое-то интуитивное прозрение было в этой поэтессе. А речка – это такая река забвения, знаете, в бесконечность куда-то потекло. Куда-то там речка впадает, в какую канализацию, мы не знаем, или в океан. Вот так уплывают все наши мечты иллюзорные, все наши планы, тщеславные, тщестолюбивые. Все наши такие горделивые стремления, как обустроить нашу жизнь и так далее. Рано или поздно этот мячик в эту реку забвения от нас улетит. Мы его потеряем. Это происходит постоянно, каждый день. Все время с нами происходит это разочарование. Мы не получаем того, что хотим. Нам недостаточно того, что мы имеем. Нам мало. Мало. Только бы, казалось бы, мы получили то, что хотели, вроде бы повысили нам зарплату, мы так хотели. Не хватало, не хватало, не хватало. Добились там, через какие-то специальные такие, свою активность добились. Нам повысили зарплату. А уже мало. Уже инфляция съела. Пенсию повысили, а инфляция съела, все, опять мало. И так вот, все. Человек такое существо, ненасытное ничем. Потому что оно бездонное. Человеческая душа, она бездонна. Она ничем не может насытиться. И если она будет мечтать об окончательном насыщении, о котором, который обещал дьявол в райском саду, станете, как боги, не умрете смертью, но станете, как боги, станете. То есть, достигнете окончательного, окончательной полноты жизни, такой неизменной, где вы будете абсолютно всем всегда довольны. Будете жить в самодовольстве. Это такая дьявольская замануха была. И мы в этом состоянии пребываем всю жизнь с вами от рождения до смерти. Нам нужно чего-то такого, чтобы раз и навсегда. Чтобы раз и навсегда успокоиться и больше... Нам ничего не надо. У меня все есть. Ведь счастье, это для нас что с вами? Это когда все есть. И мне больше ничего не надо. Это дьявольское наваждение. Это невозможно. Для человека это невозможно, потому что человек, как мы выяснили, это существо, которое устремлено в вечность. А вечность – это бесконечное движение. Это не что-то замерзшее. Когда нам говорят, что вечность – это когда нет времени. А мы думаем, что что-то может развиваться и двигаться, и меняться только во времени. Нет, нет. Именно в вечности раскрывается бесконечный потенциал человеческой личности. Бесконечный, бесконечное стремление к совершенству, бесконечное движение к Богу, которого невозможно достичь. Стать как Бог нельзя для тварей. Можно бесконечно становиться как Бог. Это наша заданность. Подобие, которое мы утратили в грехопадении – это не какое-то стационарное состояние. Образ Божий – это вот данность наша. Образ – мы на Бога похожи. То, что вложено в нашу природу – это, в общем-то, Его божественные свойства. Ум, воля, чувство, самосознание, свобода. Это все от Него у нас. А подобие – это процесс. Бесконечный процесс уподобления человека первообразу, Творцу. И здесь не может быть конца. Здесь не будет никогда ничего навсегда, раз и навсегда данного. Здесь будет бесконечное движение, жизнь, которая никогда не закончится. А вот если она остановится, это будет смерть. Вот станете как Боги – это значит умрете. Это и есть смерть для человека. А мы с вами об этом мечтаем. Мы с вами мечтаем только о том, чтобы стало и все. И не трогайте, тихо, тихо, не трогайте. Вот пусть так будет. Вот оно счастье. Как, знаете, там у кого-то остановись в мгновение – это прекрасно. Остановись. Замри. Дай я тебя сфотографирую. И на фоне сам сделаю селфи. Вот оно счастье. Нет, это иллюзия. Этого никогда не будет. Поэтому, если мы будем стремиться к такому счастью, то мы обречены на то, чтобы все время печалиться. Мы все время будем разочаровываться. Ничего с нами по-настоящему радостного, удовлетворительного, ничего с нами в жизни происходить не будет. И однажды мы можем с вами, не достигнув вот этого желаемого результата, отчаяться. Отчаяться. И потерять надежду. Отчаяться – это значит потерять чаяние. Чаяние – это когда человек ждет, точно знает, что будет и ждет. А отчаяние – это все, я ничего не жду. Мне больше ничего не светит. У меня все кончено. Я больше ничего не хочу. Это тоже состояние, к которому приводит уныние. Вот печаль и уныние, да, у них финал один. Как, впрочем, и у всех остальных страстей. Отчаяние, опустошение, нежелание жить. Увы, очень часто приходится встречать людей в таком состоянии. Когда человек уже считает, что для него все потеряно. Он никому не нужен. Что эта жизнь не для него. Все, чем живут другие, это все мимо его. Он проклят. Он выброшен на обочину жизни. Он зря здесь живет. Он зря живет. Он досадное недоразумение. Он только мешает всем жить. Надо поскорее с этим покончить. Вот это такая общая канализация, в которую стекает наша печаль и уныние. Отчаяние. Ну, христиане знают, православные, что это смертный грех. Смертный в том смысле, что смерть, стоп, все, жизнь окончилась. Движения нет. Нет надежды, нет движения. Уныние или печаль лишают человека надежды. Всегда. Поначалу эта страсть, конечно, может заставлять человека совершать какую-то активность. У него есть движение достичь того, чего не хватает в жизни. Нет денег, он шустрит по поводу денег. Нет здоровья, он шустрит по поводу здоровья. Нет красоты, он обивает пороги клиник косметологических. Или фитнес-центров. Посещает спа-салоны какие-нибудь, как сейчас это делают наши люди, которые могут себе это позволить. А все равно счастья нет. Все равно радости нет, полноты жизни все равно нет. Сколько бы у человека чего не было. Вот именно печаль, она открывает человеку этот ужас. Ужас безысходности. Я могу, конечно, вот сесть за стол и наесться до отвала. Вот насытиться прямо. Вот я хотел, я же был голодный. Сейчас я поем и буду сыт. И мне будет хорошо. Ну да. А потом пройдет время, и ты захочешь есть еще раз. И еще, и еще, и еще. И ты никогда не насытишься. И пока ты будешь здесь, ты все время будешь хотеть есть. И ты будешь есть в предчувствии, что ты потом будешь хотеть есть опять. И ты будешь пытаться наедаться впрок, там еще что-нибудь такое. Но это все будет бесполезно. Все равно будет голод. И так во всем. В отношении денег, в отношении внимания и обласканности публики. Ничто человека не удовлетворит в полной мере. Ничто земное. Вот страсть печали, у нее есть одна обратная сторона. Очень положительная. Она открывает нам то, что человек не здешний. Если меня здесь ничто не может удовлетворить и избавить меня от печали, чтобы меня не мучил недостаток чего-то. Неважно чего. Даже тех же денег. Если я все время хочу больше, больше, больше. Если я хочу есть все больше, больше, больше. Если алкоголик начал пить, не может остановиться. Если наркоман пристрастился к наркотикам, он до смерти может себя довести, но он не остановится. Это говорит о том, что то, для чего мы родились, и то, откуда мы, и куда мы, оно не здесь. Мы не здешние. Мы находимся сейчас временно на территории, скудной для человеческой души, малопригодной для полноценной человеческой жизни. И есть кое-что, чем мы можем попользоваться, чтобы утолить свою уныние, свою тоску. Но чем бы мы здесь не пользовались, мы будем все равно печалиться, потому что этого нам будет недостаточно. Что-то может нас так обрадовать, а потом мы видим, что и это не то. Попользовались, попользовались. А как же любовь к ближнему? Не спасают? Ну, простите. Не всякая любовь к ближнему спасает. Не всякая. Вот мы видим, что даже то, что мы принимаем за любовь, вот как раз, вот эти вот восторги все по поводу людей, они очень быстро разочаровывают, и люди начинают печалиться. Если они хотели друг другом попользоваться для себя, потому что им чего-то не хватало. И вот, когда был другой человек, то с ним хорошо. Одному было скучно, пойдем со мной. Вместе как-то веселее. Давай. А потом я вижу, что мне этот человек просто наскучил. Он что-то как-то все одно и то же. И это тоже. Тьфу, Господи, Боже мой. Здесь сколько угодно разочарования. Разочаровываются родители в своих детях. Родители. Тут-то повода для печали, знаете, сколько? У нас у родителей там такие планы на наших детей. Мы там уже и так мечтаем, и так. А он будет там учиться, он будет вот этим спортом заниматься, в эту музыкальную школу ходить на этом инструменте, будет играть, столько будет знать языков. Вот. И в тот-то вуз он у нас поступит. И он будет вот такой, потом у нас будут внуки. И вот мы будем такой дружной семьей, все вместе жить. В любви и согласии. Бамс. И где-то на одном очень раннем промежуточном этапе он сошел с дистанции. И все пошло. Да, не по нашему сценарию. Да еще так, что ужас. Это просто сказать кому-то стыдно. Просто кошмар. Вот и все. И вот она печаль. Вот мячик-то уже почти был у меня в руках. Вот. Тут бизнес, видите, попутно. Все было уже в руках, и бамс, и все сорвалось. И в отношении родителей тоже. Дети разочаровываются в своих родителях и начинают печалиться от того, что у него такие родители очень рано. Даже если его родители с точки зрения других людей, ну такие прямо состоятельные, ну такие порядочные люди. Ну так у них все хорошо и благочестиво. А вот их родной ребенок тяготится собственными родителями и мечтает о других. Вот надо же, что-то меня угораздило родиться в такой семейке. Нет, здесь как раз почвы для разочарования и для печали очень много в семье. Вы правы, что в любви к ближнему выход. Выход из печали в любви к ближнему. Но не напрямую. Не человек для нас цель. А когда цель Христос. Когда человек это путь ко Христу. Когда я люблю человека Христа ради. Цель. Та самая. Поэтому все, что будет на пути, это будет мне только на пользу. Это будет меня только наполнять. Это будет восполнять все мои недостатки. И здесь любовь к ближнему именно та самая, которая нам нужна, в которой мы избавляемся от уныния, от печали и от всех других страстей. Для нас другой человек это выход. Это положение Бог высказал еще на самых первых страницах Библии, когда Он сказал, нехорошо человеку быть одному. Человеку нужен человек. Человек для нас это выход. Это для нас средство спасения. Но только тогда, когда спасение мы видим в Боге. Когда для нас наше спасение это Христос. Тогда мы пользуемся людьми, чтобы достичь Христа. Помните? Все Евангелие про это. Люди для нас это те торгующие, в которых мы вкладываем свои таланты. Главный наш талант это наша жизнь. И мы свою жизнь вкладываем в людей. Вот тогда все, что у нас есть, мы приумножаем. И в два, и в три, и в десять раз. А если мы живем для себя и других людей используем для того, чтобы нам было хорошо, то тогда мы все тратим, мы все растрачиваем. И наши отношения с людьми будут только страдать. Мы будем только разочаровываться. Да, действительно. Выходом из этой страсти тоже является христианство. Единственное, что утоляет нашу печаль, утоли моя печали, это Христос. У нас даже есть такой образ богородичный, помните? Утоли моя печаль. Он прямо у нас изображен в виде Богородицы с Богомладенцем на руках. Вот здесь решение всех наших проблем земных. Богородица с Богомладенцем – это образ христианства. Все христианство вот в этом выражено, в этом образе. Поэтому мы так любим Богородицу, поэтому так мы ее почитаем. Поэтому так мы любим иконы. Вот на икону Богородичную посмотришь, уже как-то хорошо, уже как-то легче. Уже многие страсти как-то утихают сами собой. А в противном случае мы будем печалиться все время. И вы знаете, ведь то, что человек страстный, то, что он вынужден тосковать и вынужден печалиться, предоставленное сам себе, – это ведь неплохо, это же хорошо. Ну а что бы было с человеком, в кого бы он превратился, если бы ему здесь было хорошо? Вот если бы человек был абсолютно доволен, вот самодоволен. Вот к чему призывает современная цивилизация. Хотелось бы продолжать называть ее европейской, но уже она неизвестна чья, эта цивилизация. За этой цивилизацией стоит прям враг рода человеческого, это прям чувствуется, что она вся является вот такой какой-то воронкой, где финалом является отчаяние человека. Вот вся наша цивилизация, которую нам сейчас так усиленно навязывают. Если мы пойдем этим путем, то все, мы будем жертвами этих страстей, гордости, тщеславия, уныния, печали. Это все наши духовные страсти, это все духовное устройство человека. А значит, мы будем погибать. Но ведь это же неплохо. Если бы мы были самодовольны, вот если бы эта цивилизация могла достичь того, что она нам предлагает, если бы это было реально, эта цель, то, представляете, кто бы был человек? Если бы он удовольствовался тем, что здесь есть, он бы просто расчеловечился, он бы перестал быть человеком, он бы стал животным, он бы оскотинился. И мы видим, что человек может безудержно к этому стремиться сам. И он может не хотеть ничего другого. И он, минуя вот это озверение свое, он может осатанить. Иногда вот мы видим, что Бог это попускает, как некую демонстрацию для всех остальных, как не надо жить, как не надо делать. Когда мы видим этих осатанивших личностей. И они могут выглядеть по-разному. Это не обязательно там какой-нибудь, знаете, ну, такой воинствующий психопат или какой-нибудь одержимый своей страстью пьяница или наркоман. Нет, это может быть вполне такой, знаете, респектабельный, трезвый, не пьющий вообще человек, который себя считает очень порядочным и очень полезным человеком. Обеспеченным во всех отношениях. У него все есть. все хорошо. Но при этом человек презирает всех. Он считает себя одного человеком. Всех остальных он считает скотами. Это неизбежно. Понимаете? Это неизбежно. Это заложено в природу человека. Такая деградация личности заложена в человеческую природу. Чем больше ты доволен собой, тем меньше всех остальных ты считаешь себе подобными. Тем меньше у остальных людей прав на существование с твоей точки зрения. гордость доводит до этого. Ну и вообще мы знаем, что чем меньше человека остается одержимого страстями, тем больше он о себе думает. Тем больше у него самомнение и самооценка. У него нет критики. Он не может покаяться. Как собака. Собака хорошее животное. Вот даже у собаки мы иногда видим чувство вины. Вот она иногда что-нибудь такое натворит, а потом хозяин заходит, она так уши прижмет и куда-то так раз и хвостом виляет и куда-то так под диван и вот сейчас чувствую, сейчас что-то будет. Она бы может и извинилась, но она не знает как бы. Чувство сожаления о том, что натворила, кажется, есть у собаки. А у человека может этого не быть. Представляете, абсолютное самодовольство. Так вот, от этого осатанения нас уберегают наши страсти. Страдаем. Мы страдаем. На пути к этому человек будет страдать. если он вот просто отдастся своим страстям, то его жизнь может превратиться в ад, в кошмар, в неизбывную тоску, в постоянную печаль, в постоянное недовольство, и даже в отчаяние. Это адское состояние. Он будет мучиться и страдать, но Бог будет ему ставить препятствия в виде вот этих страданий в окончательное сатанение. Но как для алкоголика, который безудержно пьет, похмелье будет обязательным препятствием к тому, чтобы он погиб в этой страсти. Потеря сознания даже у алкоголика или рвотный рефлекс у начинающего пьяницы будет препятствием к тому, чтобы он погиб от пьянства. Просто мы знаем, что это мало кого останавливает, защитный рвотный рефлекс. поначалу. Потом даже потеря сознания не останавливает. Потеря сознания останавливает его вот сейчас, чтобы он не отравился, но это не уберегает его от следующего запоя. Как и наркомана, так и любого другого человека, одержимого какой-то страстью. Но он от этого страдает, он от этого мучается. Наркоман будет мучиться от ломки, наркоман будет мучиться от невимоверной тяжелой тоски такой неизбывной, которая сама по себе переживается уже как ад настоящий в отсутствии наркотика. А зачем? А чтобы передумал. А чтобы разочаровался, чтобы захотел изменить свою жизнь. То есть, чтобы покаялся для этого. грехопадения то, что мы, оказавшись без Бога, страстные, что мы гордые, тщеславные, унылые и печальные, это благо для нас. Даже у нас, христианство, в этом училище, даже то, что мы смертные после грехопадения, это величайшее благо для нас. чтобы мы такими не оставались навсегда. Вот в этом состоянии, чтобы мы навсегда не остались. Бог позаботился. Он сделал наше это пребывание во власти страстей, во власти греха и страстей временно. Оно заканчивается. Только Господь нас учит правильно этим временем распорядиться. Чтобы мы и здесь от этих страстей не мучились, не страдали и не отчаивались. Чтобы мы обретали здесь эту радостную надежду в виде Его самого, в виде Христа. И эта надежда нас не посрамит ни здесь, ни там. Потому что Христос, как цель нашей жизни, Он за пределами нашей земной жизни находится. Он, как известно, вознесся на небеса. И сидя одесную Отца. Вот там наша цель. Вот когда у человека Христос, сидящий одесную Отца, цель жизни, Он избавлен от этих страстей, о которых мы с вами говорим. Во всяком случае, может быть избавлен, не автоматически избавлен, нет, а Он может, двигаясь к этой цели, избавляться от этих страстей. Сам Христос избавляет Его своим присутствием в нашей жизни. Вот часто приходится говорить, что ведь не зря нам предлагается именно этот образ Спасителя, где Он держит в руках Евангелие с надписью «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Труждающиеся и обремененные страстями, я успокою вас. У нас нет другого транквилизатора такого и антидепрессанта. Соизмерим его. Мне вопрос такой, вот апостол Павел сказал «Непрестанно радуйтесь, ой, радуйтесь и непрестанно молитесь». А вот Бог же дал нам чувство юмора, вот в православной психологии, вот как к нему относиться, к чувству юмора, ну, по отношению к себе или там до какой степени это страсть может быть, до какой степени это нормальное явление. Ну, видите, чувство юмора, если оно у человека есть, значит, оно ему нужно. И в этом, в общем-то, ничего плохого нет. Если я все правильно понимаю, то я могу над собой только иронизировать. Вот над всем, что я думаю, что я там строю, какие-то планы, мысли у меня какие-то приходят. То есть это не грех. Нет, это не грех. Но, видите, там, где начинается человек, там начинается покаяние. Конечно. Нормальное покаяние, оно выглядит именно вот так. Представьте себе, на какой степени может быть мрачная наша жизнь, если мы на каждую исповедь с вами будем приходить и волос рвать на себе от тех грехов, которые мы совершаем. Да нет, у нас нормальные отношения с батюшками в приходе складываются вот так, из поколения в поколение. Мы, наши дети, внуки, потом. Именно так, что мы иронизируем по поводу себя. Ну вот опять пачкает. Представляете, вот мерзается. Опять занесло. Скажите, а вот, например, так вот, скажем, обсезависимые, они думают, что на первых порах, что только они могут быть в роли как бы спасающего, потом, наконец, они приходят к такому выводу, что нет. И вот как 12 шагов учат, они говорят, что нужно изменить себя, и полюбить себя. И вот мне непонятно тогда, что такое, что значит полюбить себя. То есть, как бы отстраниться. То есть, вот как бы для меня это какое-то противоречие. Полюбить себя и как бы отстраниться от ближнего. И с другой стороны, опять-таки, мы должны все сделать ради людей и при этом мы спасаемся. Вот как-то для меня вот это не совсем вопросов. Давайте вопросы после лекции закончим тем, чтобы не перерываться. А, ну давайте, если вы не против. Я ваш вопрос запомнил, я на него отвечу. Просто немножко действительно в сторону, я сейчас уже близок к завершению, потом я на ваш вопрос отвечу. Я остановился на том, что страсть печали, как и все остальные страсти, нам нужны. мы не должны драматизировать ситуацию. Если мы такие, ну значит мы себя такими должны принимать. Мы другими быть не можем. Но только зачем мы такие? Почему мы такие? Вот ответ на это дает христианство. Вот, кстати, в свете того вопроса, который вы сейчас задали. Для чего я такой? Да, я должен стать другим. Страсть это повод и призыв меня к себе самому, чтобы я стал тем, кем меня задумал Бог. Если я буду жить по страстям, я буду не тем. Я стану не тем, кем меня задумал Бог. В лучшем случае, я просто погибну. В лучшем случае, я проживу не ту жизнь. Я не стану самим собой. А, в общем-то, какая разница? Погибнуть или прожить не свою жизнь? Это и есть погибнуть. Ничего неизвестно, что хуже. Поэтому мы должны воспользоваться тем, какие мы есть, для того, чтобы стать такими, какими нас задумал Бог. Я должен увидеть в гордости гордость, я должен увидеть в унынии, уныние, как болезнь, тяжелую патологию. Я должен узнать в унынии, в печали, тяжелые, смертельно опасные болезни и начать лечиться. У нас есть врач, которому мы можем пойти лечиться. Слава тебе Господи! Если бы не Христос, как врач, который предложил нам лечение, мы бы с вами и не знали этих диагнозов. Диагнозы эти нам выставляет Христос. это святые отцы, которые посвятили свою жизнь лечению, сами слова-то подобрали для обозначения этих болезней. Такие точные, такие метки, просто они в отсутствии богообщения у нас церковного вышли из употребления, и мы сейчас вынуждены воспринимать эти названия, как что-то такое странное, что-то такое серебролюбие, что-то такое, что такое блуд. Гордость та же самая, это же нормально, гордость это же хорошо. И печаль, да мы все печалимся, какие проблемы, мы все, все, все время, всю жизнь печалимся, и мы не представляем себе другой жизни, и мы с этим спокойно миримся, и не собираемся ничего менять. Вот когда мы с вами начинаем общаться с Христом, как с врачом в церкви, тогда перед нами вырисовывается объемно очень наше болезненное состояние, наше болезненное расстройство, которое имеет вот эти названия. Мы имеем эти названия как некие ориентиры, что с нами происходит, как это называется. Ведь от того, как ты наименуешь свое состояние, зависит твоя судьба. Будешь ты считать это нормой или патологией, зависит вся твоя судьба. И выздоровление, в том числе, или нет, или наоборот, гибель, будет зависеть от этого. И мы не отчаиваемся, когда нам это открывает Христос в церкви, когда мы от него, от врача узнаем, кто мы на самом деле, какие мы на самом деле, до какой степени мы больны. Наоборот, мы этому радуемся. В церкви мы исполняемся радостной надеждой, узнав, что мы больны, представляете? Потому что нам это сказал врач, который нас сейчас будет лечить, он нам для этого и сказал. Врач в поликлинике объявляет диагноз не как что-то окончательное. У вас хронический бронхит, до свидания. Нет, он говорит, у вас хронический бронхит, вот лекарство, вот рецепты, пожалуйста, по одной таблетке три раза в день. И здесь мы тоже, узнав о своей болезни, мы ждем врачевания. Мы для этого, собственно говоря, сюда и пришли, в церковь, чтобы получить это врачевание. Мы его получаем. Не всегда так, как мы хотим, но обязательно получаем. В этом мы можем нисколько не сомневаться. Мы можем перестать унывать, это точно. Мы можем перестать печалиться, это точно. и христианин, если он ведет нормальную, здоровую, духовную жизнь в церкви, он избавляется от этих страстей. Наоборот, вот это обретение этой радостной надежды, как цели жизни, выходящей за рамки земной жизни, оно высвечивает в истинном свете все, что с нами здесь происходит. у нас нет повода для уныния, у нас нет повода для печали, у нас все есть. Человек начинает довольствоваться тем, что у него есть. Если Христос, вот как в сегодняшнем Евангелии у нас церковь учит, говорит, не беспокойтесь о том, что вам есть, что пить, во что одеваться, ибо Отец ваш небесный лучше вас знает вашу нужду. Ну так вот и все. Вот и все. Отец наш небесный лучше нас знает нашу нужду. Значит, Он нам дает все, что нам нужно. Он не просто знает нашу нужду и смотрит. Ну что? Как оно там в нужде-то? Он все дает тому, кто просит. вы ничего не имеете, потому что ни о чем не просите. Или просите не то, или берете все без спросу, поэтому вы потом не рады тому, что вы украли, взяв без спросу. Вы просите и дано вам будет. Всяк просящий с верою получит, дастся ему. Все, о чем не попросите во имя от отца моего, дастся вам. Но это закон природы. Поэтому мне не о чем беспокоиться. Все, что мне нужно для жизни, здесь, вот для этой жизни, мне Бог даст. И для души, и для тела, и для духа. У меня не будет ни в чем недостатка. У меня будет все ровно столько, сколько мне нужно. Не столько, сколько я хочу по глупости своей, а столько, сколько нужно. но представляете, как это здорово. человек может навсегда перестать печалиться, потому что он может навсегда перестать о себе беспокоиться. Он может даже про себя и забыть. если обо мне происходит такая непрестанная, неусыпная забота отца моего небесного, тогда мне о себе беспокоиться зачем? Вот теперь у меня есть возможность побеспокоиться о других. Ведь мы только тогда и начинаем по-настоящему жить интересами других людей, то есть любить их, когда мы забываем про себя. А какой у нас повод про себя забыть? Да потому что у нас есть тот, кто о нас позаботится вместо нас лучше нас в тысячу раз. И все, это универсальное лекарство от печали, от уныния. Если я обретаю Бога, который заботится обо мне лучше, чем мать, то тогда все, я припал к источнику жизни, у меня нет тоски, мне не нужны чувственные удовольствия, чтобы в них погрязать, чтобы избавиться от тоски. Нет-нет, они у меня могут быть, но они мне не для этого. У меня есть Бог, который избавляет меня от тоски, как от уныния. У меня есть Бог, который избавляет меня от печали, потому что Он мне все дает, все, что мне нужно. Это результат веры. Зачем человеку нужна вера в Христа? Это чтобы перестать унывать и печалиться, чтобы обрести навсегда радостную надежду, в свете которой ничто не может омрачить мне настроение. Я всегда весел. Я всегда радуюсь. Не потому, что я идиот, а потому, что у меня есть настоящий повод для этого. я обрел настоящую надежду. Ее больше нигде нет, она есть только во Христе. Ничто другое не может мне заменить это состояние, только Христос, потому что я человек. Меня ничто не обнадежит, кроме Творца Вселенной, который меня создал по своему образу. Я его образ. Поэтому я могу успокоиться только в первообразе своем. Я могу успокоиться только в Боге, который сам стал человеком и показал, каким должен быть человек здесь. Я открываю Евангелие, и это я вижу. Я вижу, что я не такой. Я в евангельском тексте вижу себя совершенно не таким, как Христос. Я вижу себя больным. Но ведь Он зачем-то мне себя показал. Он же зачем-то пришел сюда. Он пришел сюда за мной, за нами сюда пришел. Чтобы не просто научить здесь нас жить как-то повеселее, чтобы не так тосковали, а чтобы забрать нас отсюда вообще совсем. Наше место не здесь. Он говорит, это не ваш дом, это ваше место изгнания после грехопадения. Потерпите немножко, я все сделал, я уже сюда сам пришел. То, на что были неспособны вы, я все сделал, вы сейчас только меня обретите как цель жизни, защите прежде всего Царствие Божие и правды его. А это все приложится вам, вот все что здесь нужно для жизни, вам все приложится. Об этом может не беспокоиться вообще. Чем больше вы об этом беспокоитесь, тем тяжелее вам будет здесь жить. Иго мое благо, и бремя мое легко. Легче не бывает. жизнь с Христом это самая легкая жизнь для человека здесь на земле. Несмотря на то, что она может быть полна каких-то скорбей, утрат, болезней, чего-то такого. Если я с Христом, я это все воспринимаю как промежуточные этапы моего созревания к Нему. Это ведь тоже то, что Он мне посылает. Это тоже хлеб мой насущный. Это тоже те таланты, которыми я могу здесь воспользоваться, чтобы приумножить то, что заложено в меня как образ Божий и уподобиться Богу. Болезнь это талант. Утрата, мячик улетел в речку это талант для человека. Пользуйся этим человеком. Обретай надежду. Это тебе не надо было. Мячик у тебя выскользнул, потому что он тебе не нужен. Ты слишком на нем зациклился, человек, на мячике. И Бог с ним пусть плывет. Это не твое. Радуйся тому, что Бог у тебя отнял то, что тебе заменило Бога, что стало для тебя кумиром, чему ты стал поклоняться, как идол. Деньга, славе, власть, успеху, сладостям каким-то здесь земным. Это Бог у нас отнимет обязательно, если мы будем на это надеяться. Он же нас любит. Он же неравнодушно смотрит на то, как мы здесь погибаем в этом вовсе. Мы в христианстве только обретаем нормальное, здоровое вот это самосознание. Когда мы не проклинаем судьбу за то, что она у нас не сладкая, не печалимся от того, что у нас нет того, чего нам хочется в нашей грешной душе, а наоборот, мы благодарим Бога за то, что у нас этого нет. Если нет, значит не надо. Он не ошибся, когда нам этого не дал или когда у нас это отнял. Он не ошибся. Ошибиться может суд, когда что-нибудь у нас конфискует и когда взыщет у нас там какой-нибудь штраф, оштрафует на стоимость за что-то, могут это сделать несправедливо. Но и то это Богом попущенные обстоятельства и мы это тоже принимаем как должное, как полезное для нас безусловно. А Бог-то никогда не ошибается. Вот тогда, да, тогда апостол Павел, он говорит, даже, может сказать, не говорит, а обозначает признаки психически здорового человека. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. всегда радуйтесь, то есть, чтобы вообще никакой печали не было. У нас нет повода для печали у христианина. И за все благодарите. Человек, который перестал горевать по поводу того, что у него чего-то нет, он благодарит за все и за то, что есть, и за то, чего нет. И вот интересно, да, что вот именно таким людям Бог и дает. То, чего они не просили. Вот таким людям Бог дает самую богатую и самую большую, самую обширную страну, в которой еще не все недоразведаны. То, что разведали, мы на этом паразитируем просто бессовестным образом совершенно на этой нефти и газе. А у нас еще больше того не разведано. И кто-то очень хочет разведать это вместо нас здесь. Нам это все даром досталось, потому что мы об этом никогда не мечтали. Потому что именно вот на нашем народе сработал этот принцип непреложный. Бегайте от богатства и оно побежит за вами. Русский народ не православный никогда не стремился к богатству. Оно само пришло. И до сих пор никто отобрать не может пока. Все хотят, все рвутся к богатству. Ну, кое-что Бог у нас отобрал, конечно, уже. Может, временно. Большая часть пока еще при нас. Блаженные кроткие, ибо они наследят землю. Мы об этом с вами, если дойдем, здесь поговорим особо, но вот это лекарство от уныния, печали, кротость, смирение и кротость, когда наши страсти укращает Христос. вот эти наши страсти, уныние, печаль, которые разъедают нашу душу как звери, кровожадные, гордость, тщеславие тоже. Такие звериные состояния самоедства человека, самопожирания. Эти страсти укращает Христос, Он укротитель. И мы становимся кроткими. Вот как в цирке дикие звери. Они так «Ап, и тигры в ног мы их сели». Как боярский поет. И так через обруч летят, как дрессировщик сказал. Куда сказал, туда летят. Вот такие и страсти наши. Христос величайший укротитель человеческих страстей. Он делает нас кроткими. Если мы такими становимся, тогда мы перестаем быть притязательными. Мы перестаем завидовать. Мы перестаем стремиться к тому, чего у нас нет. А есть у других. И тогда это у нас есть как нечаянная радость. Вот такому человеку можно что-то дать. Это ему не навредит. Это его не испортит. А если человек сам печалится, то ему ничего дать не надо. Ему давать ничего нельзя. он будет печалиться потом еще больше. Если человеку одержимому печалью что-нибудь дать или человеку унывающему дать какое-нибудь чувственное удовольствие, он потом захочет еще. Он на это подсядет и потом его нужно будет снимать с наркотик. В отсутствие этого он будет печалиться все больше и больше. Страсти накормить нельзя. Они не утоляются их пищей. Они от пищи становятся еще более кровожадными, ненасытными. Страсти можно уморить только голодом. А как голодом? Кто им не даст пищи? Это Христос нас сделает другими. преобразит наши страсти на противоположные им добродетели. Противоположная добродетель для страсти печали это крутость. У меня все есть. Я всем доволен. Слава Богу за все. Я даже этого не заслуживаю. Что у меня есть? Какое счастье, что я вообще есть на белом свете. Я могу видеть рассвет, закат, могу наслаждаться красотой воздуха, красотой природы, дышать этим воздухом. У других людей у многих этого нет. У меня есть то, чего нет у других людей. Некоторые люди не вынесли своих страстей, давно уже погибли от этих страстей. А я еще здесь, я еще живу, мне еще земля носит. Даже вот такие обстоятельства, понимаете? Это очень такая хорошая отрезляющая для нас вещь, крутость. И тогда все, мы Бога за все благодарим. И когда мы что-то теряем, у нас было чего-то такого, что мы по печали по своей так сильно хотели и достали и достали этого, и у нас это стало, вот когда мы потом в этом разочаровываемся или страдаем от тех неприятностей, с которыми было сопряжено это все, то потом, когда мы каемся, если это нас приводит в церковь, мы думаем, вот как Бог мудро поступил, надо же, а ведь меня иначе было не смирить. Только так. Мне нужно было сначала это отдать, а потом отнять. Мне нужно было сначала отдать здоровье, чтобы я такой, знаете, перед зеркалом здоровяк и пышал бы прямо здоровьем, а потом раз отнять у меня здоровье. И как это Бог премудро сделал? Со мной можно было только так. И мы видим, что вот то, как сложилась наша судьба со всеми нашими неприятностями, и скорбями, разочарованиями со всеми. Это вот тот очень красивый, дофилигранности, безупречный рисунок моей жизни, который нарисовал Бог. Вот тогда все, мы перестаем печалиться, перестаем умновать, мы радуемся тому, что мы вообще есть, что мы до этого дожили в состоянии. И тогда мы по-настоящему счастливы. вот тоже, как сегодня отец Алексей сказал, счастье. Это никогда у меня есть то, что я хочу. Когда я успокоился от того, что удовлетворил свои страсти, свои желания. Нет. Счастье это соучастие. Часть, корень. С- соучастие в божественной жизни. И мои страсти, они могут сделать меня соучастником божественной жизни, то есть счастливым. Я могу смириться и довольствоваться тем, что у меня есть, и тогда я счастлив. То есть я соучастник божественной жизни. Ну ладно. Теперь давайте к вопросам. Можно я как-то ввести кончили ответы не сделаю. Кто первый раз, если хочешь чтобы рассылочку смс, чтобы приходила к последующему визите, Вячеслава Владимирович, тогда можете записать свой телефон, я оставляю здесь мучку. Давайте вопросы. Значит, Ваш вопрос по поводу 12 шагов, по поводу соцзависимости. Вообще очень очень всегда относилась к этим 12 шагам. Ну что-то будет со временем, я там то читала, то то. Ну в конечном счете я стала что-то на политику как с точки зрения полезная. И все равно у меня остаются вопросы. Вот именно в чем? Ну то, что мы бессильны, я это, как говорится, без 12 шагов понятно теперь. То, что нужно отдать себя Богу и верить в его силу как бы проблему эту перенести на Бога. Тут тоже у меня маленькое такое как бы хотя тут может быть соработничество. Вроде бы как может быть это как упустительство можно считать, что совсем как отдала и все а сама как говорится ничего. Но с другой стороны как они там учат в 12 шагах что я должна делать для себя приятно. раньше всегда там ставлю себе и там уже мало и там уже мало и там и все теперь я должна как бы что-то делать. Это как всозависимо. Это мне все это понимаете как-то все время противно. Ну и правильно вы успокойтесь на эту тему. То, что вас смущает это признак того, что у вас здравая душа. Понимаете? Потому что здравая душа и здравое самосознание христианское оно этого не принимает. Мы видите здесь 12-шаговики они вот здесь тоже присутствовали когда они говорят, что очень много похожего. Похожи же ведь. Там мы тоже каемся, мы тоже признаем свои немощи, мы тоже надеемся на Бога как они на высшую силу и так далее. Но в том-то и дело, что нет лжи в чистом виде. Есть ложь замешанная на правде. Иногда бывает правда 99% а вот если вы за дисками то они кончились. А, все, благодарю. Спасибо. Правда всегда замешана ложным на правде и иногда бывает правды больше чем лжи. 99% и все и нас это покоряет. Но вот один процент этот он как заноза какая-то сидит и не дает покоя. И потом ты обнаруживаешь, что это есть ложка дегтя, из-за которой мед становится несъедобным. Он становится отравленным. И мы видим, что все, что к нам пришло с запада, то есть отпавшей от православия культуры западной, она вся отравлена этим ядом. Вся. Даже если она будет очень похожа на православие. Ну очень. Так похоже, что даже наше православное духовенство хочет это взять и христианизировать. Там же кажется просто. Там они просто не называют Бога Христом. Давайте Бога Христом назовем и все. Ну назвали. А тогда зачем 12 шагов? Если ты назвал Бога Христом, так церковь есть. У нас здесь нет никаких недостатков. За 2000 лет существования церкви мы отработали технологию душепопечения до совершенства. В церкви есть все, чтобы человек был избавлен от какой-то страсти. Воспринимай во всей полноте церковную жизнь и ты здрав будешь. Зачем что-то еще? А нет. Что-то должно быть вместо церкви. Понимаете? Какая-то должна быть подмена. И 12-шаговая программа, несмотря на всю полезность ее, в том смысле, что человек может на какое-то время отпасть от своей страсти. Вот пока он этим занимается, пока он в этой системе координат, он может не пить, не курить, не употреблять наркотики, пока он в этой системе. Но ведь когда мы приходим в церковь, мы понимаем, что наша цель на самом деле Христос, наша цель в Царстве Небесном. А вот если бы я застрял на этой цели промежуточной перестать пить, так я бы мог и осатанить в своей трезвости без Христа. Немножко, там нет цели перестать пить, там именно как раз трезво преобразить жизнь, то есть не то, что не пить там да, а предбоверенность на страсти там тоже это есть совершенно посторонно. Да, только там, если там нет Христа, это остается благим пожеланием. Да, вы знаете, это оправдать можно чем угодно. То, что у нас тут много мусульман, давайте слишком сильно про Христа говорить не будем, это такая, знаете, общая отмазка для многих этих вот систем. Вот, а то, что касается вот созависимости, мы должны научиться по-настоящему любить своих ближних, не отстраниться от них. Нам иногда кажется, что если мы будем просто терпеть то, что происходит с нашими ближними, находясь рядом с ними и продолжать себя вести так же, как вели себя раньше, просто быть рядом с ними, не оставлять их, то нам может казаться, что вот это оно и есть любовь. нет. Вот то, что с нами происходит, когда мы становимся созависимыми, это результат того, что мы неправильно любили. Мы любили не так своих ближних. А вот сейчас нам нужно научиться любить их по-настоящему. А по-настоящему это значит взять на себя тяжкий крест, молитвы за них в предоставлении их Господу Богу. Да, я не должен погибать вместе со своим ближним от его страсти. Я ему еще нужен, я ему пригожусь. И пригодится я могу ему тем, что я свое внимание с него переключу на Господа Бога и предоставлю своего ближнего тому, кто мне его дал. Неважно, сын, это дочь или муж. И я буду любить его так, как я должен был любить его с самого начала. Я должен в первую очередь молиться за него Богу, чтобы Бог меня управил ради него. Если бы я это делал с самого начала, то мне бы не пришлось это делать сейчас так мучительно это и болезненно. Не было бы повода для такого надрыва. А сейчас я бы, неважно, лучше поздно, чем никогда. Я должен делать то, что должен был делать с самого начала. Я должен не бояться предоставить своего ближнего Господу Богу, который позаботится о нем лучше меня. Вот это и есть настоящее преодоление созависимости. Не избавление от ближнего ради того, чтобы самому спастись и решать свою проблему, а о ближнем позаботиться кто-то другой. Это не просто вырваться за круг его патологии, за этот патологический круг, который вокруг него сформировался. Самому освободиться от этого только и все. Слава тебе, Господи. Нет. Я от него удаляюсь, но приближаюсь к Богу ради него и говорю, Господи, возьми его, ты его сделал, это твое создание. Возьми и сам позаботься о нем. Ты мне его дал, я что мог сделал, все, я больше не могу. Теперь ты, теперь твоя очередь, твое время, Господи, я тебе его предоставляю, он всегда был твоим, просто я переоценивал свои возможности. Я считал, что без меня не то, что он не спасется, а вода не освятится. А сейчас нет, я вижу, что без тебя и я, и он погибаем. Поэтому позаботься о нас обоих. Меня управь ради него, управь мой ум волей и чувством, чтобы я мог говорить и общаться с ним, не страдая сам, не погибая. Чтобы я был невосприимчив к тому злу, которым он фонтанирует. Защити меня от этого. Вот что такое по-христиански борьба с его зависимостью. Здесь Бог в центре всего. Мы христоцентричны. Мы только насчет Него живем. Насчет Христа. И тогда у нас есть повод для того, чтобы успокоиться. Христос действительно берет наши немощи на себя. Но он же это сделал. Он сказал, я понес все ваши немощи. И всех нас присутствующих включительно. И мы-то видим на своей практике, как это благотворно сказывается на состоянии семьи. Семья сохраняется. Сохраняются нормальные циновные родительские отношения, супружеские отношения. если люди встают на христианский путь преодоления созависимости. Люди учатся любить. Мы учимся у Христа любить друг друга. на христианский на христианский человек созависимый такую фразу говорил. Я еще не готова, чтобы ты вернулась сюда к нам. и пожалуйста каким хочешь не хочешь, но оставайся там, где ты сейчас есть, потому что я не готова себя принять сюда. Как вот что означает вот эта фраза? Что-то человек говорится сам все-таки еще очень сильно болен, что он не может боиться встречи с этим человеком. Просто боится самым настоящим образом. Вот тоже видите ложь замешанная на правде. Здесь вот в том, что вы говорите звучит самолюбие. Не трогай меня. Не трогай, я не хочу твоих проблем. Это не мои проблемы, это твои проблемы. Не лезь в мою жизнь. Вот это звучит. А по-христиански это звучит иначе. Ты самостоятельный человек. Ты свободная личность. Ты можешь жить как хочешь. Я буду заботиться о тебе. Я буду всю жизнь за тебя молиться. Я не смогу, если ты будешь продолжать болеть, я не смогу оставаться здоровой. Я тоже буду вместе с тобой болеть. Поэтому рассчитывай в жизни не на меня. Ты на меня рассчитывай только в том, что я за тебя буду всю жизнь молиться Богу. Это немало, это очень много. Я раньше никогда этого не делал, поэтому так у нас все с тобой получилось. На меня как на человека слабого больше не рассчитывай, не надейся, я слабый человек. Я не смогу больше принимать в твоей жизни такого участия, которое я принимал раньше. Это выше моих сил. Но я тебя люблю, и я всю жизнь пока живу, буду за тебя молиться Богу. И ты можешь ни о чем не беспокоиться. если ты тоже будешь молиться Богу, то Бог позаботится о тебе лучше, чем я, поверь. И вот тогда мы с тобой сможем и общаться, и будем друг другу полезны. Наше общение не будет взаиморазрушительным. Видите, эту разницу нужно уловить, чтобы не запутаться. Здесь нет эгоизма, здесь нет самолюбия. Здесь даже есть вот такая самоотдача, потому что человеку, привыкшему к своему детяти, очень хочется быть рядом с ним всегда. Всегда с ним и смотреть, как он. Вот когда он в поле моего зрения находится, как-то мне спокойнее. А это поле зрения, это радиоактивная территория радиоактивного заражения. И нахождение там для человека небезопасно. А мы считаем, что если он не будет в поле моего зрения, он пропадет. Поэтому да конечно, конечно. Или иди ко мне, я без тебя не могу, и ты без меня пропадешь. Или вот такой не, я не смогу. Нет, ты пожалуйста уходи. Нет, я не смогу. Мне это тяжело, я не смогу. Нет. Ведь где нет Христа, там либо патологическая зависимость друг от друга, либо отчуждение разобщенности людей. А там где Христос, там здоровое взаимополезное общение даже на расстоянии, которое в конце концов может позволить людям сблизиться на такое расстояние, в котором они жили раньше и общались, чтобы видеть, обниматься, целоваться. Нет, я закончил, Марина. Вопрос про мячик. Лично из моей жизни. Такая ситуация мне недавно была, что что-то у меня такое произошло, что я достала радость, можно сказать, счастье, и потом резко я потеряла ненечательно как раз то, что вы сегодня говорили. Вот я до сих пор как-то об этом вспоминаю, сожалею, зависело от меня, не зависело. Вот как по этому поводу в таких случаях успокаиваться, когда что-то теряешь неожиданно и чувствуешь, что не можешь это удержать, хотя это очень просто чего находиться. Ну я думал, что я рассказал сегодня об этом, это само по себе не горе и не болезненное расстройство какое-то, знаете, в моей жизни, когда я что-то неожиданно потерял, а это уже лекарство, это уже лекарство. это вы знаете, когда ребенок ест шестую конфету подряд, мама подходит или папа так, за руку, раз, ну-ка, дай сюда, ой, и уже почти в рот засунул, ну-ка, дай сюда, конечно, неприятно, конечно, уже вот хотел сейчас насладиться, еще раз насладиться, уже по полной, наверное, все, шестая конфета была бы, да еще так, что никому, кроме меня, не досталось, только мне, мой, вот, а тут, тут раз и забрал, ну-ка, это же хорошо, вот те, кто видели, поумнее люди, которые вокруг стояли, говорят, о, молодец, молодец, что не дал, молодец, что забрал, правильно, вот, мы можем, понимаете, здесь нужно просто обрести веру в Христа, и знать, что за всем, что с нами происходит в жизни, стоит Он, Он незримо присутствует за каждым событием нашей жизни, Христос, и мы как-то будем сразу успокаиваться, вы говорите, как успокоиться, вот так, если мы будем с вами делать то, что делают нормальные люди, даже если мы этому еще не сочувствуем, то мы стоим с вами постепенно нормальными, если мы будем сразу же благодарить Бога за утрату, которую мы понесли, сразу же, тут же, вот не отходя, мы очень быстро успокоимся, очень быстро обретем равновесное состояние, Он же нас успокоит, мы же к Нему обращаемся с благодарностью, Он здесь, Он нас слышит, Он нас и успокоит, даже если у нас все родственники сразу умерли, Он обязательно нас успокоит, если мы будем благодарить Бога за это обстоятельство. Но все же, когда почувствуешь, что он вкус конфетки, такой хороший вкус, может быть, можно надеяться, что потом, в будущем, все же уже, как сказать, ну, по-нормальному, там, и здоровому, как раз, магазин, вот, 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 Драк Марин, вот для того отец отобрал конфетку, чтобы ребенок не испортил себе аппетит, там накрыт стол, на этот стол уставлен такой вкуснятины, такой пищи вкусной, а он на эту дрянь синтетическую отраву может испортить весь аппетит и ничего не съесть с этого стола. А там намного вкуснее, сытнее, болезнее, все. Женщины, дайте мужчине задать вопрос, а то он стесняется, и он все-таки номер 3. Давайте. Вот, я просто вам употребляю, я с умоват в риторике по нулям артистической. Что такое кровь, что такое смирение, у вас же тоже наверняка было много коллег, которые разочаровались в медицине. Вот, допустим, я приведу сюда приветствую. Допустим, у меня, я в последний год применял 4 крови, меня заставляют ложные делать операцию. Вы врач? Ветеринарный. Так. Ложные коленные суставы, ложные связи. Ага. Ну, какое может быть смирение, какое крово. Вот бегаешь, бегаешь, вот так всю жизнь. как, как, жить, если больше ничего делать не умеем. А гримит это у нас всекоммерчески. Игрущикам работают, благородовщикам работают, всем работают. У вас, наверняка, какие-то коллеги взрослые. Да, я вас понимаю. Которые тоже разочаровались и местные. То есть, не надо сейчас делать операцию, говорить, надо делать? Да нет, тут не важно. Тут главное, что вот такое чисто профессиональное как бы разочарование у человека. Человек, ну, сейчас многие дети, кстати, мечтают быть ветеринарами, что странно, хотят быть ветеринарными врачами. Не просто докторами, а ветеринарными. Вот. И мечтают быть доктором айболитом. Приходи к нему лечиться и корову, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. И вот он всех излечит, исцелит, добрый доктор айболит. Когда мы поступали в медицинский институт, мы тоже хотели быть айболитами, чтобы вот помогать людям, лечить. Вот. А потом, когда мы пришли в здравоохранение, мы считали, что мы нас научили так, что умнее нас никого нет. и когда нам на моем первом месте работы мне сказали, значит, все, чем у тебя учили, наплевать и растереть, сейчас мы с тебя будем делать врача. Вот. И я увидел, что такое здравоохранение. Это еще было в советские времена, когда еще оно было вполне так ничего, наше здравоохранение. И то, тогда мы увидели, что там очень много такого, что, ну, на что мы не рассчитывали. Мы не знали, что так все бывает некрасиво. И в организации, и в общении между коллегами, и в отношении врачей к пациентам, и в отношении государства к медицине, там, и так далее. Очень много было всяких разочарований. А потом, когда мы все обнищали, вот я это пережил, как молодой врач, в 91-м году, и когда на ту зарплату, которую нам платили, до которой мы скатились с приличных зарплат, на полторы ставочки, если ты там работаешь, то можно было жить, а тут вообще нет денег, и мы жили на гуманитарную помощь из Германии, мы ходили, получали, и когда не было, нечем было ребенка кормить, и врачи были вынуждены становиться челночниками, и заниматься не тем совсем, к чему они призваны, бросать профессию, да, там было много разочарований, много было ропота, много на судьбу, много невыдержавшихся, спившихся, сколовшихся, и некоторых покончивших с собой, вот этот период ведь не все перенесли, не все из этих страстей уныния и печали вырулили, правильно, не все нашли Христа, но очень многие, очень многие люди, и тогда не только врачи, пришли в церковь, и вот тогда был такой наплыв верующих, вот если вы помните этот период, у нас в церкви наполнились народом, люди, душа интуитивно нашла выход спасения в церкви для человека, и там в церкви люди нашли ответы на очень многие вопросы, может быть они не восстановились в профессии, но во всяком случае они спаслись от отчаяния, нашли себя где-то в чем-то другом, вот а многие и вернулись в профессию, поскитались, меня кстати тоже это застало, я совсем из профессии не уходил, но увлекался чем-то таким побочным заработком, потому что нужно было просто простить и кушать, но слава Богу, вот тогда уже был верующим человек, самое главное прийти в храм, да конечно, мы везде будем разочаровываться, понимаете, каким бы родом деятельности, о чем бы мы себя не посвятили, как бы мы не идеализировали то, о чем мы себя посвятили в жизни, мы все равно будем разочаровываться, все равно, даже если мы решили заниматься искусством, ради искусства, вот художник, который просто предается вольному искусству, он обнаружит, что оно никому не нужно, он поймет, что то, что он делает, вообще не востребовано, и это его так разочарует, он-то ведь будет думать, что он создает шедевры, что это гениально, а никто оценить не может, потому что никто до этого не дорос, что все пользуются ширпотребом, и его искусство никто не понимает, он может отчаяться, покончить с собой, сколько таких примеров у нас? я не помню, что страсти давно и улучшение, там, допустим, когда я кому-то завидовал, что тут может коленный сустав проперевать, я не умею, бананы не зависят, я взял и сделаю, он что-то другой сделаю, бананы не зависят, а что это глупее, я взял и сделаю. вот один наш известный журналист такой, Владимир Соловьев, когда его на одном из его моноспектаклей кто-то спросил, вот как избавиться от лени, какой-то молодой парень спрашивает, как от лени избавиться, а он говорит, есть такая страсть, жадность, да, вот говорит, жадность очень-очень многих людей спасла от лени, ты же хочешь, чтобы у тебя все было, чтобы, при этом, ты чтоб ничего не делал, потом вот, вот ты хочешь лениться, ты сначала разгорячи свою страсть к деньгам, доведи ее до кипения, стань жадным по-настоящему, разбогатей, а потом отдыхай, потом ленись. Когда на зло что-то делаешь, вот появляется такой страсть, на зло сделать, это к какой страсти относится? Когда на зло она похудит? Ну, смотря, что делаешь, конечно, на зло. Похудите. Да то же самое, мне не нравится, какая я. Я вот на себя в зеркало посмотрел, я вижу данность, меня она не устраивает, мне плохо от этой данности, лучше бы не смотреть. Посмотришь на себя в зеркало, и портится настроение. Хочется быть другим. Я же видел, какие другие-то. Мне есть чем сравнить. Мне же показали образец для подражания в таблое всяких там в интернете, картинок, какие женщины нравятся мужчинам. И все. И девочки от печали пускаются во все тяжкие. Они начинают голодать, они начинают ходить на косметические операции, уродуют себя, наживают себе тяжелейшие болезни и зависимости, и в конце концов погибают от печали. недовольны. 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 Тем, что есть. А Бог говорит, говорит, я никогда не ошибаюсь, когда я создаю человека. Ты должен быть вот такой. Понимаешь? Вот ты себя должен принять таким, какой ты есть. Вот таким волосатым, лысым, толстым, если, конечно, это не пивной живот. Даже если ты толстый от того, что ты переедаешь, ты таким должен быть, потому что ты столько ешь. Это компенсация. Вот получай. В виде 62-го размера штанов и всего остального. В виде сахарного диабета, страданий, которые с этим связаны, с этим связаны. Получай. Это компенсация. Ты этим спасаешься. Если ты любишь выпить, получай похмелье. Это компенсация. Получай и благодари, что оно есть. Обязательно. Нет греха без наказания, без вразумления. И поэтому надо обязательно благодарить всю жизнь потом за то, что ты благодаря похмелью бросил пить. Сколько вам молодых парней от этого были убережены от алкоголизма. Он говорит, а я, знаете, я не пустился в пьянство, потому что у меня очень рано началось похмелье. Мне было плохо. во первых моих алкогольных эксцессиях я утром просыпался, мне было так тяжело. Вот я на это смотреть уже ни на что не мог, и все, я перестал. То есть, Бог ему как-то сразу отвадил от этого. А кому-то так хорошо, так хорошо, каждый день, каждый день, и так хорошо. зато потом будет такая белая горячка. Мало не покажется. Так, ну ладно, еще вопросы? Я при себя все поняла с того момента, когда у меня сын стал наркоманом. Случилось несчастье. И на самом деле я начала с программы, потом я пришла в церковь. Сейчас мне очень много чего открылось. И, наверное, все равно что-то случилось такое в жизни, что привело мы сюда. Но вот у меня остается вопросом, печаль, которая, если бы это моя жизнь была, мои грехи, которые в итоге вот так вот меня заставили прийти к Богу. Но у меня же ребенок болен теперь. И наркомания это теперь на всю жизнь. То есть, как будто либо это мое маловерие, либо это то, что... Почему решили, что это на всю жизнь? Потому что не бывает больших алкогольцев. А вот это болотные пробки. Я не знаю. Я говорю о том, что я знаю. Как будет дальше, я тоже не могу. главное, да? То есть, я понимаю, что его жизнь, это не мой контроль, не моя жизнь, что не я его планирую, что есть другой промысел на него. Но то, что именно вот через него я-то свое получила и пришла, то есть, я сейчас наоборот, мне кажется, я сейчас счастлив, что я пришла к Богу, да? А вот он там как? Вот как-то по-другому нельзя было меня разговаривать? Нет. Вот вы можете в этом не сомневаться. По-другому нельзя было. Когда мы начинаем подвергать сомнению правильность Божьего промысла, его безупречность, то тогда у нас будут все время какие-то недоразумения. Все время будем мучиться и страдать. А вот может быть вот так было. Лучше будет, наверное, вот так. Особенно, когда мы, знаете, вот так вот в своем безбожии оборачиваемся назад, начинаем там искать причины происходящего с нами, обязательно находим. Вот дура, я такая, зачем я так сделал? Надо было не так, сейчас ничего-ничего не исправишь, все. Не-не, и то все было правильно, понимаете? Это наша была неправда, но Бог всегда прав. Он попускает нам нашу неправду, чтобы потом ее исправить, то есть управдать. И Он это делает безупречно. Вот в этом мы можем точно не сомневаться нисколько. Даже в этой ситуации в жизни, которая сложилась в этой женщине, то есть никакой вины ее нет. Причем здесь не в вине делом. Я говорю не о том, что это мы виноваты, это мы виноваты, это мы совершаем ошибки. Но мы должны понимать, что за нашими ошибками не пустота, а Бог, который нам эти ошибки попустил сделать, чтобы потом самому их исправить. Евангелие нам это открыло. Бог попустил человечеству все зло, которое только существовало и существует на земле, чтобы своей смертью на кресте все это зло исправить и аннулировать. Понимаете? Вот это мы не вмещаем никак по своей самонадеянности. А здесь если мама благодаря сыну, пристрастившемуся к наркотикам, пришла в церковь для того, Бог ее в церковь привел, чтобы она сейчас знала, что делать с сыном, как его любить, для того, чтобы научить любить сына по-настоящему, по-матерински, чтобы в покаянии исправить свои родительские недостатки и молиться за своего сына, вот как делают матери наркоманов, до того, как они выздоровели и после того, как они выздоровели. Вот мы же видим по работе нашего центра, я по своей практике врачебной вижу, что молитва матери избавляет сына не только от наркомании, а от многих других более страшных страстей. Вот наши выпускники, допустим, бывшие безнадежные конченые наркоманы, чьи родители точно так же и говорили, бывших наркоманов не бывает, что это конец, это безвозвратно потерянные люди, конченые, еще так любят говорить, конченые наркоманы или там законченный алкаш, вот это любят подводить черту под биографией человека, под его судьбой. А Бог все делает не так, как мы думаем. И наркоман может выйти из своей наркомании лучше, чем он был до того, как начал употреблять наркотики. Бог перевоспитает моего сына, которого я ему предоставила и сделает его лучше, чем я мог себе представить. Вот это я вижу по нашей практике. Это не я делаю, это делает Бог. Моя скромная врачебная роль отводится к тому, чтобы человека в нужную сторону сориентировать и научить может быть чему-то какой-то активности самостоятельной. А все остальное делает Бог. и когда наши воспитанники становясь верующими православными христианами создают многодетные семьи, трудятся, учатся, служат в церкви, вы знаете, я считаю, что это самый лучший благоприятный исход из того, что с ними было. И я-то понимаю прекрасно, что все, что с ними было в жизни, было для этого. Вот для этого. Я тут недавно, знаете, как-то это все равно в работе забывается, как-то выветривается, в повседневности уже как-то об этом перестаешь думать и какие-то, знаете, обобщения такие делать. Вот однажды недавно собрались семеро наших выпускников, которые там одни из первых там были у нас, на крестины очередного ребенка, одного из них, третьего по счету, сынишка родился. И они приехали с женами и с детьми. И вот мы после Таинства Крещения все собрались и там сделали такой пикник шашлыки под все с ними. А потом мы взяли и все сфотографировались. Это такая толпа народа, которую создали эти семеро когда-то погибающих людей, от которых родители отказались, уже просто списали их, заберите, лишь бы их не видеть, на которых все поставили крест. абсолютно безнадежные соконченные наркоманы. И тут такая толпа народа, здоровых психические и физические людей, большие семьи, трое, четверо детей, у одного шестеро детей. Я вообще не вижу никаких проблем. Я наоборот только готов Бога благодарить всю жизнь из-за этих пацанов, которых он мне послал. Я на них смотрю и может не зря живу на белом свете. А как называется этот сайт? Подвижник. А это где в Екатеринбурге? Центру 15 лет мы недавно отметили. Заходите на сайт Боровских Ру. Вот я знаете, что сегодня сделал? Это уже когда я в Москву приехал, вспомнил. Я не взял визитки. Представляете, забыл в попыхах. С утра пораньше в сумку не положил. приготовил, но не положил. Ну вот Людмила, она у нас тут местный наш представитель, она может и на консультацию записать кого-то здесь, если кто-то хочет. А так информацию о нас на сайте Боровских Ру, фамилия у меня Боровских Ру, там мы вывешиваем всю информацию. На сайте там все. Про центр, про то, чем мы еще занимаемся, кроме реабилитации наркозависимых. Про мои выездные лекции и про лекции здесь в Москве тоже. Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, вот грех, если человек у нас всегда заступился таким образом, что вызвал правоохранительные органы. Я вот там в случае все говорю, у меня там дочка, ну, милостью Божию вот она сейчас не употребляет, а так она у нас нет героинных зависит, и так уже не употребляет. Но она уступила блудную связь привела домой этого человека. Она в это время еще была замужем, только четвертая раз жена. Ну, в общем, жили, и ко мне очень уважительно относились. Вот я там терпела, смирялась, терпела, смирялась. Но потом однажды сел и кончились, и я говорю, нет, мы так не сможем вместе жить. Позвонила, у меня догомыс пришла в голову, что господь он заступился за блудницу, когда сказал, кто без греха спросит меня, за меня заступиться некому. Брата нет, мужа нет, папа умер. Он вызвал милицию. Милиция